Расмус Бродяга Расмус сидел на своей излюбленной ветке у самой макушки липы и раздумывал о вещах, которым на земле вовсе не место. Во-первых, это картошка. Ну, конечно, пусть остается отварная картошка, особенно когда ее с подливкой дают в воскресенье на обед. Но когда ее нужно окучивать, вот тогда хоть бы ее и вовсе не было. А без Фрекенхек тоже можно прекрасно обойтись. Ну, еще бы, Фрекенхек начальница детского приюта, в котором живет Расмус. А слово «хэк» по-шведски означает «ястреб». Она объявила, завтра мы будем целый день окучивать картошку. Да-да, мы будем окучивать, сказала она. Но это вовсе не значит, что начальница собирается помогать. Нет-нет, этим займутся Расмус, Гуннар, Петер и другие дети из приюта, которым придется весь долгий жаркий день батрачить на картофельном поле. Дети, дети, а то что ты хочешь? Расмус! Расмус прячется! Ястреб! Гуннар! Да, Фрекенхек? Ты не знаешь, где Расмус? Я только что видел его около курятника. Увидишь Расмуса, скажи, чтобы нарвал корзину крапивы. Да, Фрекенхек. Пойду посмотрю, чем занимаются остальные. Расмус, слезай. Сейчас. Слышал, да? Тебе нужно нарвать корзину крапивы. Зачем только есть на смете крапива? Да, все лето только и делаешь, что рви крапиву для кукол. Глупые твари, сами не могут хоть немножко пощипать крапивы. Ведь она растет-то у них под нос. Ну как же, как же, дожидайся. Им подавай все на блюде. Пожалуйте, госпожа курица. Не хотите ли крапивной каши на золотом блюде? Ишь! Раскудахталась. Не хотите ли каши из крапивы, госпожа? Расмус размышлял, нужно ли покончить с курами на земле? Но в конце концов он все-таки решил, что их надо оставить. Иначе мы не получим яйца на завтрак в воскресенье. А если не яйцо, то как бы мы узнали, что это воскресенье? Нет, пусть куры будут на свете. Ничего не поделаешь, придется отправиться за крапивы. Приют Вестерхага числился за сельской общиной, но существовал главного образа за счет торговли овощами и яйцами. А сироты служили в качестве дешевой необходимой рабочей силы и вполне оправдывали свое пребывание в приюте. Требования Фрекенхек, пожалуй, чрезмерными не были, поскольку сиротам придется уже с 13 лет содержать самих себя. И это Фрекенхек осознала как нельзя лучшее. Зато она никак не могла понять, что игры и развлечения приютским детям так же необходимы, как и всем другим. О, дырморецкий! Здесь кругом столько крапивы, что с ума можно сойти! Она, видите ли, вас не устраивает! А я рви-рви для вас крапивы, словно черный раб на плантациях. Да, я черный раб, как дядя Том, вон надсмотрящим с бичом. Ведь если я не наполню быстро корзину хлопком, он меня и забьет. О, я так устал! Ох, как я устал! Я, пожалуй, убегу. Но нет, вон в кустах притаились ищеки. Они набросятся на меня! Да-да, именно так все происходило в книге, которую им читала учительница на уроке. Ой, что это блестит? Монетка! Нет, нет, не может этого быть! Монетка в пять эры! Неужели это пять эры? Да, это в самом деле была монета в пять эры. Ну, тут хлопковое поле исчезло, ищейки рассеялись, как дым. Бедный раб-негр был вне себя от радости. Ведь чего только не купишь на пять эры и большой пакет карамели, и пять леденцов, и плитку шоколада. Ну, конечно! Пусть на свете остаются куры, и крапива пускай остается тоже, потому что не будь кур и крапивы, и это не случилось бы. Ну, живите! Живите себе! Так уж и быть! Я буду каждый день рвать для вас крапиву! Ой, раковинка! Ты какая беленькая, красивая! Ох, вот так и лежит себе среди куриного помета! Вот как мне везет! Вот как мне везет! Куна! Куна! Куна, ты послушай! Подожди, подожди, Расмус! Это ты послушай! Завтра мы не будем окучивать картошку! Ну? Да! Тут приезжают какие-то выбрать себе малыша. А кто приедет? Кухарка рассказывала, что приедет торговец с женой. Богатый, детей у них нет, наследство оставить некому. Ну, вот приезжают в Мастерхагу, чтобы подобрать себе малыша. Так рассказывала тетушка Ольга. Ну, в наследство у них остается лавка. Лавка! Получить в наследство целую лавку. Вот это здорово! Ох, лавку полную конфет, леденцов и пустилы. Ну, а там мука, кофе, мыло и селедка у них, конечно, тоже есть. Такая новость отодвинула на задний план даже пять эр. Разве что-нибудь может сравниться с тем, что кто-то из них обречет свой дом? В Вестерхаге не было ни одного ребенка, который не мечтал бы о таком счастье. Большего счастья в жизни, чем иметь своих собственных родителей, дети из приюта представить себе не могли. А что, если они захотят взять меня? Ого! Мне так хочется, чтобы они меня взяли. Не мечтай об этом. Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами. Значит, ты не думаешь, что могут найтись люди, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами? Они берут девчонок с кудрявыми волосами, я же сказал. Ну, послушай-ка, Гуннер, ведь сегодня произошло столько чудес. Чудес каких? Ну, да. Я нашел пятер и белую раковинку. Ой! Ого! Везет же тебе, а? Это же целое богатство. Да, мне везет. Вот поэтому-то я и думаю, что, может быть, те, которые приедут завтра, захотят взять меня. А? О, опять ты за свое. Ну, что же. Надейся. Ай! Да! Ну, иди сюда! Дай, я иди сюда! Ой, как надеюсь! Я иди сюда! Я иди сюда! В это утро у мальчишек ушло очень много мыла на умывание. Блистающие чистотой уши и добросовестно вымытые руки, по словам ястреба, очень нравятся приемным родителям. Поэтому Расмус твердо решил, что в этот день чище его ушей не найдется в Вестерхаге. Правда, девчонки ведь ужасные чистюли. Грязь как будто бы к ним не пристает, так как к мальчишкам. Впрочем, они только и делают всякое такое, от чего можно быть только чище. Не буду я сегодня мыться, плевал я на это дело. Ха-ха! И я тоже не буду сегодня мыться. Гуна, ты что, с ума сошел? Ведь ты же знаешь, кто сегодня приедет. А плевать мне на того, кто приедет. Все равно я мыться сегодня не буду. И я не буду мыться. А я буду мыться. Валяй-валяй, мойся. А я тебе помогу. Ха-ха-ха! Пусти, но у тебя это даром не пройдет. Сейчас я тебя выкупаю. Ах, негодный мальчишка! Содержимое таза обрушилось на того, кто появился на пороге. А это была Фрекенхек. Но в таких случаях только один единственный человек может удержаться от смеха. Это тот, кто принимает душ на себя. И Фрекенхек отлично справилась со своим смехом. Так, отлично! Сейчас мне не до тебя. Посьмее мы непременно поговорим. До чего обнаглели. Негодный мальчишка! Красота! Под хорошенью думаете, как она попала? Вот ты краску! Метку угоди! Ну ладно. Расмур, одевайся, уйди. Ну ты же замерз, у тебя даже нос посинел. Это я. Я виноват, что ты облил ястреба. Не все ли теперь равно, кто виноват? За тяжелый проступок Фрекенхек собственноручно порола провинившегося плеткой из тростника. Если она ударит меня, я умру. Просто возьму и умру. Вот и все. Когда Расмус вместе с другими ребятами вышел во двор, Фрекенхек была уже в нарядном черном платье и на крахмальном белом переднике. Дети, дети, вы, может быть, уже слышали, что у нас сегодня будут гости. Приедет один господин со своей женой. Они хотят посмотреть на вас и немного с вами поговорить. А вы должны играть и держать себя, как всегда. Ну, разумеется, было бы хорошо, если бы вы вели себя чуть-чуть получше, чем обычно. Ну, а теперь играйте, играйте. И вот на повороте аллеи показалась коляска. В ней сидели господин и дамы. О, да чего же красивая дама. Маленькая голубая шляпка с белыми перьями покачивалась на ее высоко зачесанных светлых волосах. В руке она держала белый кружевной зонтик. А какое у нее было нарядное, светлое платье. Низенький толстый мужчина, который помог ей выйти из коляски, был совсем не такой красивый. Но зато у него была лавка, полная конфеты-пастилы. Вот бы иметь такую маму. А если бы она сказала, нет, вы только посмотрите. Вот как раз такой мальчик с прямыми волосами, какого нам так хочется взять к себе. А торговец прибавил бы. Да-да, конечно. Он будет помогать мне в лавке продавать карамель. Прошу вас, прошу вас. Пройдемте в сад. Там накрыт кофе. Прошу. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Никогда еще утро не казалось детям таким длинным. Подавленные и хмурые, они стояли во дворе и следили за дамой с зонтиком. Посмотри, милый. Вот эта девочка. С румяными щечками и вьющимися волосами. Ага. Ага. Как тебя зовут, моя дорогая? Грета. Грета. Ой, какой, тетя, красивый зонтик. Тебе нравится? Да. Очень-очень. Он, правда, изящный. Ой, не беспокойтесь, я подниму. Нет! Я! Раз, пусть пусть не дергай. Пусти! 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 Ручка. Он оторвал ручку. Он сломал зонтик. Ну что за несносный ребенок этот, Расмус. Мне кажется, ты сегодня не в своем уме, когда ты научишься вести себя прилично. Ничего, ничего страшного. Ручку можно снова привинтить. Мой муж сейчас все исправит. Как хорошо, что его можно починить. Да. Когда торговец и его жена покидали Вестерхагу, на заднем сидении коляски, рядом с голубой шляпкой с перьями, покачивалась светлая головка Греты. А Расмус исчез. Он отступил, спрятав свой позор и недостойные мужчины слезы в уборной. Это было место отдыха для всех оскорбленных душ. Место, где, скорее всего, забывают несчастье. А если порыться в стопки нарезанной газетной бумаги, всегда можно прочесть что-нибудь интересное. Ограбление в Санды. Право же ему повезло. Попалось кое-что весьма занимательное. Вчера был совершён дерзкий налёт на завод в Санды. Двое мужчин в масках, в масках, ворвались в контору завода. Угрожая пистолетами, они захватили все деньги, находившиеся в кассе. Преступники скрылись, не оставив никаких следов. Эй, Расмус! Ну, что ты теперь скажешь, а? Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами. Я же говорил. Послушай, Гуннер, я знаю, что надо делать. Ну что? Надо удрать и самому поискать родителей. Каких родителей? Которые захотят взять тебя. Неужели где-нибудь на свете не найдётся человек, который захочет взять в сыновья мальчика с прямыми волосами? Знаешь что? Мне кажется, тебе надо пойти к ястребу и сказать. Очень извиняюсь, но я сегодня не могу окучивать картошку. Я должен пойти поискать, не захочет ли кто взять меня. Да надо удрать. Не спрашивайся у ястреба. Понимаешь? Убежать и всё. Ну и беги. А вот когда проголодаешься, вернёшься домой, как пить дать. И вот если тебя раньше никогда не пороли, тут уж выпарят обязательно. Гуннер, я всё-таки убегу сегодня ночью. Ну давай, убежим вместе. Не болтай, чепухи. Убежим. Зачем тебе бежать? Надоел мне приют. Надоел? Ну и беги, удирай. Но когда вернёшься назад, тогда мы с тобой поговорим. А я никогда не вернусь. Я больше никогда не вернусь. Короткая летняя ночь кажется такой долгой, когда шагаешь по дорогам. Испуганный и замёрзший, Расмус бежит со всех ног, стуча по земле голыми пятками. Он торопится. Просёлочная дорога опасна. Можно встретить людей, которые догадаются, что он беглец. А кроме того, ястреб, может быть, даже пошлёт вдогонку полицию. Одному так жутко на дороге. Ах, если бы Гуннер был сейчас с ним. Ужасно хочется поесть и отдохнуть. Веки начинают слепаться. Идёшь и клюёшь носом. Ноги от усталости отказываются передвигаться. Но вот, наконец, серый маленький сарайчик. Расмус с трудом отворяет тяжёлую дверь. Внутри тишина и запах душистого сена. Из груди Расмуса вырывается глубокий вздох, похожий на всхлипывание. Он бросается на сено. Он уже спит. Расмус проснулся от холода и ещё от того, что соломинка щекотала ему нос. Через щель в стене в сарай тонкой струйкой лился поток солнечного света. Он так замёрз, что зуб на зуб не попадал. И вдруг, вдруг Расмус почувствовал, что в сарае он был не один. Ой, кто здесь? День и ночь сутки прочь. Утром встать мне не в мочь. Из-за хапки сена показалось круглое небритое лицо с тёмной щетиной на подбородке. Два мигающих глаза в недоумении уставились на Расмуса. Привет! С добрым утром! С добрым утром! Ты чего испугался-то? Думаешь, я ем детей? Ты что за паренёк? Как тебя зовут? Расмус. Расмус. Ну так, значит, Расмус. Из дому убежал. Нет, не из дому. Да ты не бойся, я не ем детей. Я же сказал. А дядя? Из дому убежал. Дядя? Разве я похож на дядю, а? Ой, убежал ли я из дому? Да, так оно и есть. Значит, дядя бродяга. Человек поднялся с сена, и Расмус подумал, что он должно быть в самом деле бродяга, потому что одежда у него была порядком потрёпана, клетчатый потёртый пиджак и брюки пузырями на коленях. Он был высокой, широкоплечий и выглядел довольно добрым. Меня зовут Оскар. Ты когда-нибудь слышал о рай Оскаре? Нет. Рай Оскар или праведная кукушка? Это я и есть. А почему Оскар праведная кукушка? Кого-нибудь ведь нужно так называть. Должен ведь кто-нибудь бродяжить и быть праведной кукушкой. Богу угодно, чтобы были на свете бродяги. Угодно? Да, угодно. Раз он так утруждал себя, сидел, корпел над сотворением всей земли, значит, он хочет, чтобы на земле всё имелось. Понимаешь? Да и что получилось бы, если бы было всё, кроме бродяг? Ага. Вот и выходит праведная кукушка. Да. Ну, а сейчас неплохо и позавтракать. Вот у меня тут в мешке бутерброды и бутылка молока. Он развернул газетную бумагу и извлёк бутерброды. Большие, толстые, из ржаного хлеба. Расмус увидел, что бутерброды со шпиком, а ничего вкуснее шпика. Расмус не знал. Ты, наверное, не станешь есть простой бутерброд со шпиком? У Расмуса от голода побелел нос. Он старался глядеть в другую сторону, но это было совершенно невозможно. Такие, как ты, по утрам едят, наверное, одну кашу с изюмом. А обыкновенный простого бутерброда со шпиком ты, наверное, не захочешь. Да, конечно. Но если можно, я... Ну, это же. Не говоря ни слова, Оскар протянул ему бутерброд. Расмус запихнул его в рот и откусил. Вкус солёного шпика чудесно смешивался с ароматом ржаного хлеба. Он закрыл глаза и ел. Молока? Да, спасибо. Ох, как вкусно. Ещё бутерброд? Угу. А можно? У вас хватит. Да, пожалуйста. Не все крестьянки жадные. Так, что дала мне этот пакет, словно предчувствовала, что я встречу тебя. Они сидели на сене и жевали. Они выпили всё молоко и Расмус почувствовал, что в животе у него стало ещё холоднее. Большое спасибо. Такого вкусного я ещё ни разу не ела. Эда, ты весь посинел. А ну, попрыгай немного, смотришь, согреешься. Ох, так. Оскар. А? Рай, Оскар. Ну? Я тоже хотел бы стать таким же райским бродягой. Хм. Нет, такие, как ты, не должны бродяжничать. Такие, как ты, должны сидеть дома. Ну, у отца и матери. А у меня нет ни отца, ни матери. У меня нет ни отца, ни матери, и я как раз их ищу. Можно мне побродить с тобой, пока я их ищу? Кого ты ищешь? Ну, кого-нибудь, кто захочет взять меня. Ну, как ты думаешь, может, найдётся человек, который захочет взять мальчика с прямыми волосами? А... Ну, да, конечно, такие, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами, найдутся. Лишь бы парень был правильный. А я правильный. Да? Ну, то есть, почти правильный. А может быть, нельзя считать правильным того, кто удрал. А-а-а. Вот что, давай-ка выкладывай на чистоту. Откуда ты убежал? Из Вестерхаги, из приюта. Но я не хочу туда опять. Почему ты убежал? Натворил что-нибудь? Да. Я облил водой фрекинг-хэк. Хм. А ты не из тех, про которых говорят, плохо лежит, брюхо болит. Ты ничего не стянул? Да. Стянул. Э-э-э-э-э-э, тогда ты не годишься мне в товарищей. Если воруешь, когда бродяжничаешь, то тебе крышка. Тогда Ленсман заберет тебя раньше, чем ты успеешь высморкаться. Нет, брат, тогда ты мне в товарищей не годишься. Ну, Оскар, милый Оскар. Милый, это тебе не поможет. Ты что стянул? Сухарь. Сухарь? Когда я собрался бежать, надо было взять чего-нибудь поесть. И вот я и взял сухарь. Эх ты. Сухарь это не в счет. Значит, все-таки можно стать такой же праведной кукушкой, как ты. Да. Сухарь это пустяки. Ну, значит, мне можно быть твоим товарищем, да. Вот побродишь со мной немного, и мы посмотрим, будет ли нам вместе хорошо Спасибо, Оскар, мне уже, уже хорошо Оскар извлек из мешка гармонику, бережно завернутую в кусок красного одеяла Вот она, моя кормилица Ну, а теперь, если мы хотим заработать себе на обед, отправимся бродить по дворам, будем играть и петь Не потому, что чувствуешь себя такой уж певчей птицей, а просто другого выхода у нас нет Пошли? Ах, песенка бродяги, единственный багаж Ее не потеряешь, ни купишь, ни продашь Нередко так бывало, траля-ля, что вместо одеяла, траля-ля Порою вместо хлеба, траля-ля А небо всюду, небо, земля, везде земля Итак, они пустились в путь Расмус уже чувствовал себя бродягой Смотрел на мир глазами бродяги Он видел дорогу, которая, мягко извиваясь, уходила вдаль, суля новые тайны за каждым поворотом Хорошо быть бродягой Можно делать все, что захочется Бродяга свободен, как птица в лесу Скажу вам без обману, я песними набит Ударишь по карману, там песенка звенит Нередко так бывало, траля-ля, что вместо одеяла, траля-ля Порою вместо хлеба, траля-ля А небо всюду, небо, земля, везде земля С котолкой за спиною иду через поля А песенка за мною, траля-ля, ля-ля, ля-ля Нередко так бывало, траля-ля, что вместо одеяла, траля-ля Порою вместо хлеба, траля-ля А небо всюду, небо, земля, везде земля Расмус видел зеленеющие луга, на которых освещенные солнцем мирно паслись коровы Видел красные дома хуторян, возле которых заспанные служанки мыли молочные бидоны А батраки качали две лошадей в воду в корыто Оскар, свою куртку я могу нести сам Это еще зачем? Пусть себя лежит в мешке От твоей куртки мой мешок тяжелее не станет Эй, не отставай, не отставай Оскар, хочешь я, я возьму тебя за руку? Эй, да ты я вижу Вот, 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 спасибо, вот, спасибо Так и сделай, возьми меня, пожалуйста, за руку, чтобы я не отставал Знаешь, Оскар, я понимаю, что ты из-за меня тише пошел, но я еще не привык Понятно, понятно, настоящим бродягой в один чих не станешь Да нам совсем и не обязательно нести вперед, словно мы к вечеру должны быть на краю света Конечно Неплохо будет, если мы придем туда, ну, завтра Расмуса распирала от чувства благодарности к Оскару за его доброту Ему хотелось как-то вознаградить его Принести ради Оскара какую-нибудь большую жертву Или что-нибудь подарить ему, чтобы Оскар понял без слов, как сильно он его любит У дороги им попалась лавка Небольшой такой сельский магазинчик, где можно купить все, что угодно Оскар, любишь леденцы? Ясное дело, люблю Наверное, все люди любят леденцы Но, понимаешь, как раз сейчас у меня нет денег Ударишь по карману, лишь песенка звенит Так что я ничего не могу купить А я могу Да Видишь? Пять эр? Вот это да А ну-ка, беги, купи леденца Сейчас Ударишь по карману, там песенка звенит Вот, можешь взять все Сейчас посмотрим, какое взять Нет, я хочу, чтобы ты взял все Нет уж, все хорошо в меру Вот одного такого леденца с меня вполне хватит Остальные мы сбережем В жизни могут встретиться испытания И тогда неплохо иметь в запасе леденец Под вечер они сделали привал Позади остался жаркий день И долгий, долгий путь Ну, Расмус, давайте разведем костер, чтобы отогнать комаров и поужинаем Там бутерброды остались Опять про вчерашних воров Никаких следов грабителей Санды Полиция прочесывает местность Оскар, а где же это Санды? Да это не больше трех-четырех миль отсюда Ну что ж, будем разжигать Да, давай Вот так О, горит Ну и кусаются же эти комары Стой, не шелезь Готово Ну, а сейчас мы поедим, а потом пойдем и всхрапнем Вон, видишь, хороший сеновальчик Весь хутор спал, когда они на цыпочках прошли по мосткам И устроились на сеновале Ну-ка, ложись-ка Я покрою тебя сеном Вот так Сейчас с этой стороны Вот так, да-да Чтобы комары не съели Один нос торчит Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо Только пятки немного болят До свадьбы заживет Как сказал парень, свалившись с телегой с обрыва в озеро Ну, а теперь Спать Ну, конечно, вот он лежит Эй, парень, парень, вставай Вставай немедленно В чем дело? Ну, это ты после узнаешь А сейчас вставай-ка, пойдешь с нами А что же, спросить нельзя Что я такого сделал? Все бродяги должны пройти допрос Ладно, пошевеливайся, пошевеливайся Катитесь вы Человек спит невинный, как невеста А вы тут приходите, поднимаете его Ни свет, ни зря Смотрите, как бы я не разозлился Расмус, не шевелись Ну, поговори мне еще Пошли без всяких разговоров Что это значит? В щелку сарая Расмус видел, как полицейские увели Оскара Сердце Расмуса стучало, как молоток Они отняли у него Оскара Что могло быть хуже? Из конторы Ленсмана через открытое окно доносились голоса Расмус подкрался поближе У окна росли кусты Жасмина, за которыми он и укрылся Господин Ленсман Ну и собачья жизнь у бродяг в этой стране Ведь все, что ни случилось, валят на нас Спокойно, Оскар, спокойно Нам бы хотелось узнать, что вы делали в прошлый четверг В прошлый четверг? Да В этот день я ел горошек со свининой Так И это все? Да Пирожными меня никто не догадался угостить Я спрашиваю, это все, что делал рай Оскар в тот день? Ну, откуда мне помнить? Бродяга помнит только то, что ест Я не веду счет дня Но я точно помню, что я не раздваивался Не надевал маски, не крал денег За всю свою жизнь я не украл и двух эра Ну что ж, придется этому поверить А не знаете ли вы, Оскар, кто сейчас из ваших коллег находится в этих краях? Коллег? Да, коллег Что вы хотите этим сказать? Это что, воры? Нет, нет, я имею в виду бродяк Ёлки-палки Так это называется коллеги на вашем языке? Человек может ходить, бродить всю жизнь и думать, что он обыкновенный, простой бродяга А он, оказывается, коллега Кого из других бродяг вы видели в этих краях за последнее время? Вшивика я встречал Вшивика? Угу, семь дьяволов Семь дьяволов И домового Домового Но они не грабители, это так же верно, как то, что меня зовут рай Оскар Ну, хорошо, хорошо, тогда, пожалуй, мы выпустим рай Оскара Ещё бы Когда человек невинен, как невеста, это всё-таки смягчающее обстоятельство Можете идти Моё почтение, господин Ленсман Оскар вышел из конторы с мешком за плечами и зашагал по улице прочь из городка Оскар! Расмус бежал за ним с лёгким сердцем А когда Оскар завернул за угол и оказался вне поля зрения Ленсмана Расмус сунул ему свою руку Ах, это ты, мой дружок Я? А я уж думал, что ты один отправишься бродяжить, раз я попал в кутузку Ну что ты, я не такой А потом я знал, что ты скоро выйдешь Ведь ты же не виноват Вот если бы Ленсманы были такими же проницательными, как ты Но Ленсманы всех бродяг считают мошенниками Ох, охонюшки, хохо Послушай, Оскар, теперь уже начались испытания, да? И мы можем съесть леденцы Хм, ну съешь Ну, а теперь, если мы не хотим умереть с голоду Нам нужно ходить по дворам и петь не за страх, а за совесть Пойдём-ка проведаем Хетбершу А кто это, Хетберша? О, это мировая старушонка Денег у неё хоть пруд пруди И она легко с ними расстаётся Я частенько пою для неё Спою ей, ах, как на море гуляет волна Она заплачет и даст мне пятьдесят эры Ну? Угу Ох, как на море гуляет волна, и я знаю Её пела наша кухарка, тётушка Ольга Правильно делала ваша тётушка Ольга Ну что же, тогда пошли к Хетберши Будем для неё куковать вдвоём Дом Хетберши находился на окраине городка Старая зелёная вилла пряталась в тени развесистых клёнов По садовой дорожке они подошли к дому Он стоял молчаливый, с опущенными шторами Ух, не умерла ли моя добрая Фухи, Эдберг? Сейчас мы весь дом расшевелим Ах, как на море гуляет волна Но мне и волна бы была не страшна Если б на том берегу стоял мой любимый Шапочку носит мой друг на бекрей И я бы глядела, глядела весь день Как на морском берегу Столит мой любимый Я б через море без страха плыла Я шапку поправить ему бы могла Знать бы, что будет моим Дружок мой любимый Здесь петь нельзя Госпожа больна и просит не шуметь Уходите Больна? Передайте, пожалуйста, мой низкий поклон, Фрухетберг Скажите, что рай Оскар Желает ей поскорее поправиться Пожалуйста, не забудьте Ну и злые дни Пойдем, малыш Ой, Оскар, я умираю, пить хочу Ну как ты думаешь, можно мне пойти и попросить воды Хотя Фрухетберг больна? А почему бы и нет? Не откажется же служанка дать тебе воды Давай, живо, а я тебя здесь подожду Я сейчас, быстро В прихожей никого нет А может, в эту дверь? С минуты он помедлил, потом отворил дверь и вошел в комнату В кресле сидела старая дама Она уставилась на него, словно увидела привидение Та самая служанка стояла рядом и тоже как-то странно посмотрела на него Я хотел попросить воды Я хочу пить Старая дама, словно парализованная, не сводила с него глаз Анна, Стина Дай мальчику напиться Сейчас принесу из кухни Почему она так смотрит на него? Почему у нее такой до смерти напуганный вид? И почему она не лежит в постели, раз ей не здоровится? Вы, тетя, очень больны? Нет Я Не больна Не больны? На, пей Довольно болтать Спасибо Расмус пил большими глотками, обводя глазами комнату Это был просторный господский дом Какой красивый и богатый На полу лежал толстый ковер, а на двери в следующую комнату висела портьера Но с портьерой происходит что-то странное Она шевелится В самом деле портьера шевелится Из-под похромы высовывается ботинок Мужской ботинок Из светлой кожи с черным лакированным кантом За портьерой стоит мужчина Это совершенно очевидно Может быть, они играют в прятки? Но Расмуса пугали глаза Фрухенберг Никогда еще он не видел таких испуганных глаз Что-то неладное происходит здесь Он чувствовал это И ему захотелось поскорее уйти Спасибо за воду Давай Ты уже уходишь Может быть, ты смог бы А что я смог бы? Нет Ничего Лучше идти И Расмус ушел Удивленный И обеспокоенный Может быть, она хотела сказать Что он смог бы Как-то помочь ей Расмус рассказал все Оскару Да Ты прав, малыш Мы не можем так уйти Надо все-таки разузнать Что за чудеса там происходят А ну-ка обойдем вокруг дома Ну вот И здесь окна занавешаны шторами Как нам узнать Что делается за этими шторами? Можешь ты мне сказать? А вон Окно наверху открыто Входить в дом к чужим Опасная штука Да к тому же я не смогу Пробраться туда А тебе не пролезть А я пролезу Ну-ка, Оскар Подсади меня Ты вгонишь меня в гроб Ведь это опасно для жизни Нет, этого я тебе не могу позволить Ничего другого не придумаешь Помоги мне забраться на клен А вон с той ветки Я проберусь в окно Ты вгонишь меня в гроб Оскар Ну, давай Расмус попал в заваленную одеждой гардеробную А вот лестница в нижний этаж Он скользнул на пол И прополз до лестницы Теперь можно было просунуть голову сквозь балясиный перил И посмотреть вниз Нет, нет Нет, не надо О, мой бог Не надо Скорее Спокойно Фрухедберг сидела все в том же кресле и плакала Рядом стояла Анна Стинна Из угла комнаты вышел мужчина Двое мужчин в масках Да-да, у них у обоих на лицах были черные маски А у одного из них те же самые ботинки Нет, нет, только не ожерелье Берите все, только не ожерелье Оно достанется моей дочери Моей дочери Умоляю Не надо Тот в ботинках с лаковым кантом Спокойно разглядывал ожерелье Пропуская золотую цепь между пальцами А? Леанда, как ты думаешь Это ожерелье стоит тысяч пять-шесть не меньше, а? Да ты-ка не держи, смотри Не спеша он засунул ожерелье в карман И продолжал рыться в вещах Другой же застыл у двери И теперь Расмус разглядел у него в руках Пистолет, направленный на фру Хедберг Господи Иисусе, старуха никак приставилась Эй вы, послушайте, ей очень плохо Лиев, Леандр, что мне делать? Это уж твоя печаль Леандр, я позову доктора Не выдумывай Ну ведь она присмерти Да уймишь ты До самого вечера не приведешь сюда ни доктора, ни ленсмана Заруби себе это на носу Ну как я все объясню? Ну скажешь, что старухе было очень плохо И ты не посмела оставить ее одну Я так боюсь Я не хочу впутываться в такие дела Милая госпожа, очните Очнитесь, милая госпожа Запомни, что я сказал Мы пошли Очнитесь, я не хотела впутываться в это дело Оскар, помоги мне А, наконец-то Ты видел их? Видел грабителей? Я не видел ни одной рожи после того, как ты исчез Ох, и заставил же ты меня попотеть Уйдем отсюда Тебе нужно было их пустеречь Они ограбили фрухедберг Их было двое в масках В масках? Да Хорошо, начинается неделька Сказал один чудак, которого должны были повесить в понедельник Не приложу ума, что нам делать Пойдем к Ленсману К Ленсману? Он тогда наверняка засадит меня в кутузку Он подумает, что уж с этой фрухедберг без меня не обошлось Ну а если ты скажешь, что ты не виноват? А, фу ты ну ты Выходит, стоит мне сказать, что я не виновен Он расклонится и отпустит меня Нет уж, к Ленсману я пойти не отвожусь Уйдем отсюда Другого выхода нет А между тем городок выглядел таким мирным В этот томительный, тревожный день Они бродили от одного двора к другому И при первых аккордах И при первых аккордах гармоники Служанки бросали в кухне недомытую посуду И висли на окнах Даже благовоспитанные дамы Украдкой выглядывали из-за штор гостиной И посылали детей отнести им Несколько медных монет Расмус собирал выручку Какая-то чудесная профессия Быть бродячим музыкантом Я тоже буду ходить по дворам И петь, когда подрасту Да неужто тебе так нравится петь? Нет, мне больше нравятся Монетки в пять эре Понимаешь? Ну, если тебе так нравится петь эрике На, возьми парочку Ой, Оскар Ты самый добрый бродяга на свете Когда добрый, а когда и злой Пойдем купим что-нибудь пожевать Пошли Пока они ходили по дворам Зарабатывая себе на обед Жизнь в этом мирном городке Порядком изменилась Люди группами стояли на перекрестках И волны всевозможных сплетен Захлестывали городок Не мешало бы послушать, что они там болтают Расмус На-ка тебе денег Ступай в лавочку Купи что-нибудь к обеду Да не забывай держать ушки на макушке Хорошо, я сейчас Оскар Оскар Нам надо убираться отсюда Да поскорее Ну, чего там еще? Разве на нас шапки горят? Что ты стал белый, как мел? Ой, Оскар Служанка наболтала Ленсману Что это ты напал на них Я? Да Но ведь мы с ней даже не знакомы Она не знает, как меня зовут Она заявила, что приходил бродяга Играл на гармонике И парнишка был с ним Как будто бы он пошел в дом И угрожал пистолетом ей фру Хедберг А потом, потом забрал изумрудное ожерелье фру Хедберг Ведьма, а не служанка Ну, попалась бы она мне в лапы Я бы всю эту ложь запихал ей обратно в греш Ну, ее пасть Правильно Ну, а фру Хедберг Что говорит она? Думает, что она умрет Она ей ничего сказать не может Лежит, как мертвая И сердце у нее чуть-чуть бьется Ох, мать честная Служанка может врать все, что ей взбредет в голову А Ленсман, видишь, верит каждому ее слову Оскар, давай уйдем отсюда Только этого еще и не хватало У Ленсмана я припру эту вруню к стене И пусть попробует сказать тогда, что это был я Оскар, тебя же заберет Ленсман Ты же сам говорил, что Ленсман не верит бродягам Ну, ладно, ладно Ты прав, малыш Уж если я пойду к Ленсману, то пиши пропало Это ты верно говоришь Давай убираться отсюда быстрее Но не так просто уйти из города Где теперь каждый житель выслеживает бродягу с гармонию Им повезло По безлюдным улицам тайком выбрались они из города Вот, спасаемся бегством точно двое убийц-рецидивистов Но ведь ты-то совсем не виноват, Оскар Невинен, как невеста И я тоже А ты подавно Фух Как хорошо снова ощутиться На большой дороге А куда мы сейчас идем? В одно местечко, где можно спрятаться Ручаюсь, такое место навряд ли тебе приходилось видеть На большой дороге не было ни воров, ни бандитов С полей доносился сладкий душистый запах клевера Солнце скрылось и кругом все затихло, как перед дождем Здесь царил покой Величественные, словно корабли, проплывали по небу серые пышные облака А под ними, насколько хватал глаз, извивалась дорога Одинокая и пустынная У самого горизонта, где земля сливалась с облаками Дорога эта уходила прямо в небо Часть вторая Дом с привидениями Маленький опустевший хутор стоит у самого моря Пять небольших серых домишек забились в расщелины таких же серых скал Все кругом серо и убого Сюда и пришли наши бродяги Маленький девятилетний Расмус, сбежавший из детского приюта И его взрослый друг Рай Оскар По прозвищу Праведная Кукушка Расмус встретился с ним в первую же ночь после побега Для того, кто хотел скрыться от полиции Этот заброшенный хутор был самым подходящим местом Расмус, а куда подевались люди, которые жили в этих домах? Не иначе, как в Америку сбежали всем скоком Давно-давно Они что, не хотели тут больше жить? Э, нет В домах в воде стало уж слишком бедно и голодно Да и рыба верно перевелась в море А пашни-то у них Какие-то лоскуточки, жалость одна А мы останемся здесь, да? Да, по крайней мере на ночь Они выбрали себе дом, который меньше других пострадал от ветра и непогоды Две маленькие коморки и шаткая лесенка вела на ветхий чердак Но все-таки это был дом И даже можно было представить себе, что это твой настоящий дом А в доме должна быть мебель, как у фру Хедверта Ну что ж, поищи, может там найдется что-нибудь подходящее вместо мебели А я пойду за еловыми ветками, чтобы было на чем спать Ну так, начало нужно подместить Так, сделаем веник Так А это будет наш стол Совсем хороший ящик Ну вот, кажется, все готово О, тут прежде чем войти, пожалуй, надо вытереть сначала копыта Куда прикажете положить перины из гагачьего пуха? Сюда или в гостиную? Положите их вон в том углу Слушаюсь Как славно, что ты успел все прибрать Дождь уже пошел Как хорошо, как уютно в своем доме Оскар О А не пожевать ли нам немножко? Это дело У нас как раз есть чем набить брюхо Ну-ка, садись Оскар Если бы ты был моим оттом То мы бы жили вместе в одном доме Да Это было бы великолепно Отец, бродяга Зажили бы мы с тобой на славу Расмус призадумался Все-таки отец, бродяга Это, конечно, не совсем то, о чем он мечтал Когда сбежал из приюта В надежде отыскать себе приемных родителей Когда они закончили ужин И улеглись на своих постелях из зиловых веток Оскар взял обрывок одеяла В который заворачивал свою гармонь И укрыл Расмуса Спи, малыш Спокойной ночи, Оскар Спокойной ночи Отец Он накрывает меня Красным шелковым одеялом А мама уехала И пишет домой письма Я скоро вернусь И всего-всего привезу с тобой Потеплее укрывай Расмус И по вечерам И не жалей для него Красного шелкового одеяла С моря подул ветер И в домике проснулось много удивительных звуков Скрипели стены А из разбитых окон Доносились какие-то вздохи Стоны Где-то распахнулась дверь Которая стучала и хлопала Тот, кто хочет здесь уснуть Не сомкнет глаз ни на минуту Это уж как пить дать Оскар Послушай А что если здесь водятся привидения Вдруг они придут и заберут нас Увидишь призраков Передай им от меня Пусть скорее бегут топиться в море А то появится у Оскар Праведная кукушка И устроит им Бледную жизнь А наша кухарка Тетушка Ольга Один раз видела белоголовую собаку А из горла у нее Ворвалась пламя А видать у кухарки Самой головы не было Никаких привидений Нету Оскар Оскар Идут привидения Чего? Ты слышишь Они разговаривают Разговаривают? Что разговариваешь? Тише Я боюсь Оскар Этот голос Это тот голос Который я слышала у Хрухедберг Это бандиты Которые ее ограбили Они уже в кухне Оскар Тише Положись на меня Положись на тебя Я за то Чтобы прихватить добычу Да смыться отсюда поскорее Я беру это на себя А по-моему Лиф выжидать дальше опасно Я хочу улезнуть Отсюда поскорее Не пари горячку, Леандр Не годится нам Ни с того ни с сего Уматывать отсюда Как раз когда у старухи Пропало ожерелье Понял? Мы никогда не были в Санды Понял? Совесть у нас чиста Мы поживем в гостинице До конца недели И заметем следы Ясно? Ну кто станет жить в гостинице В нескольких милях от Санды Да еще целых две недели Ежели совесть у него не чиста Понял? Да чего тут не понять У меня об этом сто раз ствердил Но я хотел бы прихватить деньги И смыться А то мы со своей чистой совестью Досидимся тут, покуда не влипнем Сделаем, как я сказал Захватим добычу И в субботу утром Спокойненько отправимся На двухчасовом поезде Давай помоги вынуть половицы Вот оно Наше сокровище Душа радуется Когда видишь Такое богатство Думаю, ожерелье стоит Тысяч пять-шесть Не меньше А мне все-таки Очень хотелось бы Побыстрее одеваться от него С этой Анной Стиной служанкой старухи Дело дрянь В компании с бабьем Обделывать делишки Все равно, что рыть себе яму Трусишь? Просто чую недоброе Что будет, если вдруг Старуха чухается? Этому не бывать Она и так уже зажилась на свете А вдруг она придет Себя и расскажет Все, как было А судья Выкинет из Анной Стиной Суправду Каркаешь весь день Слушать осточертела Анна Стинна не попалась Да и старуха уже больше Не разенит клюв Здесь наш клад В надежном месте Куда удобнее, чем взрывать В лесу Давай все уложим обратно Так Теперь половица на место Так Ну что ж Пошли Потопали Постой, Леангер Пойду посмотрю Нет ли в той комнате Моей трубки Помнится, я оставил ее На окне Расмус крепко Прижался к Оскару Напуганный до того Что у него Кружилась голова Дверь рванули И карманный фонарик Осветил пол Посреди комнаты Стояла великолепная Мебель Расмуса Но конус света Не задерживаясь Метнулся прочь От ящика Грабитель, видно Не нашел ничего странного В том, что он там стоял Эй ты Твоя трубка здесь Она лежит тут На окне А, ладно Ну тогда пошли Ух Пронесло Идем-ка Взглянем на этот Надежный тайник Который ничего Не стоит отыскать Пресвятой Петр Да чего же интересно Пошли в кухню Ну-ка Держи свечу Так Проверим Половицы Нет, не это Не это Это тоже крепко лежит А, нашел Ну-ка Вынем Ямка Пакет Расмус Да Неужели На свете бывает Столько денег Вот уж Никогда бы не поверил Все деньги Украденные И в санду Золотая цепь С подвесками Ой, подумай Фру Хедберг Сможет получить Теперь свое Ожерелье назад Да, если она Конечно жива Я надеюсь, что она жива Я еще ей спою Ах, как на море Гуляет волна И она мне даст 50 эр А завтра мы Отправимся С ожерельем Фру Хедберг А потом к Ленсману С деньгами Ну уж Это дудки А что же нам Тогда делать Не хочется мне Совать нос В это осиное гнездо Лучше Спрячем все это В другом месте И напишем Письмо Ленсману Будьте добры Зайдите за деньгами А то вы их Прозеваете А потом уж Мы с тобой Снова в дорогу И пускай Ленсман Сам расхлебывает кашу Ему за это Деньги платят Правильно Дай-ка Все деньги Я затолкаю В свой мешок А жерелье Примерим тебе Расмус Да ну О что Да не ну Сделаем из тебя Красавца Хэт раз в жизни Вот так Застегнем Вот Теперь ты Выглядишь Ну Как царь Соломон Во всем своем великолепии Только вот Ты веснушками Соломона Перещеголял Да И волосы у меня прямые Слышишь Скорей 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 К дверь Отчет Поздно На чердак На чердак Быстро У тебя мозги Напекли Если ты не сообразил Поднять тревогу Ящик ведь сам не мог Притопать сюда Уж до этого Ты мог думать По крайней мере Ну сразу-то я не взял В толк Знаешь, как иной раз бывает Смотришь на вещи Как будто ее не видишь А потом немного погодя Вдруг бац Сломан обухом Тебя по голове И откуда только Взялся этот ящик Смотришь и не видишь В нашем деле Дорого может обойтись Но теперь Добычу надо Прибрать отсюда Ну-ка, свети фонариком Пусто Ограбили Ай, дьявол Так не знал Скорее за ними Далеко они уйти не смогли Стой Сперва мы проверим Нет ли их в доме Там, на чердаке Грабитель бросился Вверх по лестнице И с разбегу Наскочил Нажатый кулак Оскара Ты мерзавец Драться Еще один шаг И я пристрелю тебя Беги Раскус Беги Лиф О жерель у мальчишки На шее И Раскус Побежал Словно загнанная мышь Метнулся Расмус Вверх по лестнице Под чердачным окном Тянулась крыша Кухонной пристройки Расмус прыгнул на крышу С нее на землю И помчался так Что только ветер Свистел у него в ушах Грабитель настигает Расмуса Он все ближе Ближе Они бегут через всю деревню К морю В море упираются Веткие мостки А рядом Полузгнивший лодочный сарай Расмус Вбегает на мостки Лиф Гонится по пятам Но тут Как-никак в приюте Расмус научился Не только окучивать картошку Но и ставить подножку Не успел господин Лиф Выругаться Как соленые морские волны Сомкнулись над его головой И снова Расмус Бежит вдоль деревенской улицы За ним по пятам Снова мчится Лютый враг Мокрый Всклокоченный Не знающий пощады Вот на пути Картофельный погреб Совершенно обессиленный Мальчик пытается скрыться Во мраке погреба Лиф Немедля Врывается вслед за ним Но ведь кроме подножки Имеется множество Других подвохов Которым можно научиться В приюте в Вестерхаге Например Подкараулить противника У входной двери И когда тот Опрометью Врывается в нее Стремительно выпрыгнуть На улицу За его спиной Это как раз и делает Расмус Быстрый как ласка Он выпрыгивает на улицу Захлопывает дверь И поворачивает Ржавый ключ Открывай! 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 Но теперь ему так хочется Видеть Оскара Собрав последние силы Расмус Подкрадывается к дому И заглядывает В пустую оконную раму Там спиной к окну Стоит Леандр А на другом конце комнаты Оскар С поднятыми вверх руками Давай, пали! Одним бродягой Больше или меньше На свете Невелика беда Уж будь уверен Пальцы у меня Так изудят Ежели я тебя сразу Не пристрелил на месте Он еще придет в себя И даст Кое-какие показания А ты глупее, чем я думал Неужто ты не соображаешь Что сам Стреском лопаешься Лишь только Попытаешься засадить нас Ежели у тебя В черепушке Обломок быстро поднялся И со всего размаха Треснул Прибежать к прибрежным скалам И с гримасой Отвращение Швырнул пистолет В воду Развуч Ты здесь Давай сматывать удочки А где Леандр? Леандр Леандр прилег отдохнуть У плиты на кухне Ну а где Лиф? Я его запер В картофельном погребе Молодец Король вояк Я вижу ты не робкого десятка Ой, Оскар Я ужасно боюсь Лиф скоро вырвется Из погреба Ведь там дверь совсем гнилая Ничего, ничего А куда ты девал пистолет? Пистолет? Ты не рассердишься Я бросил его в море Ведь он может тебе понадобиться Все идет как нельзя лучше Сказал тот, у кого на голове Уже горели волосы Ну какие мы с тобой Стрелки из пистолета Ты да я А ну-ка Прибавим шагу И уйдем отсюда Стрелки из пистолета Ну кыш, кыш, кыш Отсюда Кыш, кыш Нечего вам Туда Ох и жаль мне, бродяг Вечно-то они скитаются По дорогам И в рай им уж никогда не попасть В рай? Да Не попасть Проснулся, малыш Ты ведь Ты ведь тоже не откажешься Выпить глоточек кофе Ну кофе и ломоть хлеба Эх, тебе еще придется съесть Ох, сколько хлеба Прежде чем ты станешь мужчиной Парнишка Парнишка настоящий вояка Вот он кто на самом деле Но подкрепиться хлебом ему во всяком случае не помешает А, Расмус? Конечно Расмус совсем не помнил Как он попал сюда В дом старенькой крошки Сары У него осталось лишь смутное воспоминание о том Как Оскар Нес его на руках А над ним с криком Проносились чайки Проснувшись Расмус огляделся Это была бедная комната Грязная И захламленная Но какое великое счастье Очутиться здесь В ней было так уютно От того, что на огне шипел трехногий кофейник И у очага Благорил Оскар Крошка Сара налила Расмусу кофе Потом взяла нож И отрезала ему большой ломоть ржаного хлеба Спасибо Масло получишь в следующий раз Сейчас у меня его нет Крошка Сара добрая Она всегда печется о бродягах И обо мне тоже Когда бы я не пришел Но уж она-то, конечно, попадет в рай Да-да Уж, конечно Не то, что ты Ну, ладно А теперь о Ленсме Лучше всего Если крошка Сара Немедля отправится к нему с письмом Ой, ну, разговаривать я с ним не стану Ни слова ему не скажу Только отдам письмо и пойду А то он поднимет шум Почему я до сих пор не переехала в богодельню Не надо, не говори ему ни слова Раз он получит письмо, то все обойдется Да ну, сперва мне надо покормить кур Цып-цып-цып Курбас и пошли, мои хорошие Я покормлю вас Ай, Дарасмос, кофе в постели. Вот это да. Ну, а теперь гляди-ка, что я сочинил, пока ты лежал и храпел. Я сочинил для Ленсмана целый роман. Хочешь, чтобы я прочитал твои каракули? Да, если разберёшь. Так, я этого не делал. Я невинен, как невеста. Верно. И Ленсман должен поверить мне. Там с Андой орудовали два фрукта, их звать Лив и Леандр. А живут они в гостинице, если ещё не переехали. И у фру Хедберг были тоже они, хоть её служанка врёт и говорит, что я, мол, тут ни при чём. Так, а ожерелье я пока припрятал. И деньги тоже. Прочитайте тут на приложенной бумаге, где я спрятал их. Ленсман должен забрать эти деньги, а я буду странствовать по дорогам. Мне хочется быть свободным, раз я невинен. Как невеста. Так, как невеста, да, да. Вот я тут ни при чём. Остаюсь с дружеским приветом, рай Оскар. Рай Оскар. А, напиши, праведная кукушка. Сейчас. Праведная кукушка. Оскар, а где ты спрятал эти деньги? Эй, не спрашивай, где. Хоть ты и король всех вояк, но я не хочу понапрасну впутывать тебя в эту заваруху. Ты узнаешь об этом в другой раз. Ну, пойдём отдадим старушке письмо, а сами погреемся на солнышке. Они растянулись на мягкой траве. От сосен, охранявших домишко крошки Сары, доносился запах смолы. Прибежал беленький котёнок и доверчиво ласился к мальчику. Расмус блаженствовал, придаваясь покой. Я увидел во сне, что мой кот на окне Ел из пложки селёдку с картошкой. Хочешь и верь, хочешь нет, Но мой кот на обед пьет всегда только сельдь и картошку. Я, бродяга, проста, безбалован, Не так, как другие коты или кошки. На обед я бы смог съесть прогу и пирог, И, конечно, селёдку с картошкой. Вот они, голубчики, попались. Бергвист, берквист, держи его. А я вот беру у него пистолет. Да нет у меня пистолета. Что? Его у меня никогда и не было. Но ты ври больше. У меня не водилось даже пугача, когда я был мальчонкой. Хотя я плакал и умолял родную мать купить его. А ну-ка пошли в полицейский участок. Пойдём. Пойдём. Я хочу сам поговорить с Ленсманом. С Ленсманом. Ленсман сейчас в гостях, он придёт на службу только завтра. В гостях? А я невинный, как невеста, должен идти в тюрьму? Но мы уже слышали об этом. На этот раз ты уж сядешь за решётку и по делам. Такие, как ты, опасны для общества. Да ты же баран. Что? Эй, приятель. А? Можно назвать мне его бараном в мундире? Или за это полагается наказание? Ну, конечно, полагается. Ну, 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 ты не придуривайся. Ну, а ежели я встречу самого настоящего барана и назову его Бергвистом, за это меня никто не посадит в тюрьму? Бергвист. Настоящий Бергвист. А ты кто? Адерсон! Посади его во вторую камеру, а завтра Ленсман задаст ему жару. А с малышом что будем делать? Он сбежал из Вестерхаги. Если это, то мы должны его туда и направить. Да, а где он? Где он? Утром. Паршивец. Ну, ладно, ладно, бери этого, пойдём. А Расмус мчался вниз под гору, не разбирая дороги, и налетел прямо на своих заклятых врагов. Стой! Постой! Ну, полегче на поворотах. Как раз с тобой-то нам и хотелось повстречаться. Вот здесь, за этим высоким забором нас никто не увидит. Тут-то мы с тобой и потолкуем. Ну-ка, живо отвечай, а то тебе не сдобровать. Где твой приятель, этот бродяга? Оскара забрала полицию. Что? Что ты сказал? Значит, он влип. Плохо, чёрт. Ты понимаешь, Лив, на кого он будет валить всю вину? Нам до сию же минуту сматывать удочки. Спокойно. А ты живо отвечай. Деньги у Оскара были при себе, когда его забрали? Да говорят, он из тебя душу вытрасил. Куда он девал деньги? Он их спрятал. В потайном месте, но я не знаю где. Так, ясно, что парень всю вину начнёт валить на нас. И если сейчас же мы улизнём, то это то же самое, что расписаться перед Ленсманом в своей виновности. Надо сматываться. Спокойно. В этом положении нам нельзя терять голову. Малец, ты был, когда Ленсман допрашивал Оскара? Ленсман ещё не видел Оскара. Он сегодня в гостях целый день. Понятно. У него не будет времени допрашивать кого-либо. Да, слава и хвала Богу. Послушай, малыш, что ты скажешь, ежели мы вызвали им Оскара из кутузки? О, вы были бы очень добры, если бы освободили Оскара. Да, мы уж и так добры, дальше некогда. Ну, открывай теперь шире уши, слушай внимательно и запоминай, что я скажу. Ведь тебе потом придётся пойти пересказать всё Оскару. Нет, нет, я не могу. Они меня снова загонят в приют. Делай, что я тебе говорю. Ты тайком проберёшься к Оскару. Тюрьма помещается в маленьком домике во дворе у Ленсмана. Ты можешь с Оскаром поговорить через решётку с глухой стороны тюрьмы. Ты ему скажешь, что мы придём и высвободим его сегодня ночью. Папаша Леандр имеет колоссальный опыт по взлому замков. Видишь ли, мы хотим получить обратно, но эти деньжата нам необходимо в ближайшее время переменить климат, а это чего-нибудь достоит. Ну нет, Оскар не согласится. Он получит ожерелье. Ему останется только признать, что мы порядочные люди. Ну, ступай, ступай скорее. Скорее. Когда стемнело, усталый голодный Расмус стоял около тюремной решётки, за которой томился его верный друг, праведная кукушка, рай Оскар. Оскар, Оскар, ты должен позволить им освободить себя, ведь у меня кроме тебя никого нет. О, Холюшки, Холюшки, ты же сам понимаешь, что нам не след водить компанию с ворами. Разве тебе не вдомёк, мальчуган? Но ведь тогда мы снова сможем бродяжничать, ведь у меня кроме тебя никого нет, Оскар. Да я-то знаю, что ты сирота, а этот чёрт-то фленшман пирует себя. Ну уж теперь я доберусь до него, если мне придётся даже перевернуть кутузку. Идите сюда, все берквисты и все бараны в мундирах. Пока я не перевернул кутузку, я хочу говорить с леншманом. Тащите сюда, леншманах! Оскар. Ну, пеняйте на себя, если я сбегу отсюда сегодня ночью. Под покровом ночи мрачные тени тайком выбирались из городка, который спал так безмятежно, как будто на белом свете не было никаких негодяев. Грабители неотступно следовали сзади с пистолетами в руках. Пусть леншман пеняет теперь на себя. Видит Бог, я сделал всё, что в моих силах. Конечно. Где ты спрятал деньги? Вот здесь, в каменной беде. Сейчас-то ваши деньги раскопаю. Вот, вот этот симпатичный свёртышек. Пилите ваши грязные деньги. Пересчитай их, Лив, он, наверное, стебрил порядком. Ну, 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 ты вождь! Ну? Подержи-ка пистолет Леандра, я посчитаю купюрки. О, миленькие. Ожерелье положим на всякий случай в карман. Эй, ты послушай! Ожерелье это не твоя забота. О нём я как-нибудь сам побеспокоюсь. Отдай ты ему ожерелье, пустая твоя голова. Неужели ты не понимаешь, что это единственное средство заткнуть ему рот? Тогда ведь он станет соучастником. Отдай ему ожерелье. Соучастником? Я не собираюсь быть соучастником воров и бандитов. Но мне нужно ожерелье, чтобы вернуть его в Рухетберг. Можете вы уразуметь это своими воровскими черепушками? Нет, ты слышал, что он сказал? Да, намотайте себя на ус. Я не стану вашим соучастником, пока я жив. Пока весь ты жив. Ну что же, не согласишься, пока весь жив. Но есть получше средство заткнуть тебе рот. Ты меня понимаешь? Не смей. Не стреляй. Сумасшедший ты, что ли? Я буду сумасшедшим, если я этого не сделаю. Здесь налицо два лишних свидетеля. И я предоставляю им случай навсегда остаться на этом кургане. Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Оскар, ты убит! Я? Нет, не убит. Стой! 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 Руки! А? Попались, голубчики? Ну? Мерпись! Наручники на эти! Оскар, полиция! Гляди-ка, и Ленсман! Я протестую! Я протестую! Вот перед вами бродяга, это на него надо надеть наручники. Пожалуйста, взгляните на этот клеенчатый пакет, который он прятал здесь в камнях. Ну-ну-ну, кончай заливать! Господин Ленсман, клянусь вам, что я невинен, как невеста. Да, Оскар, я стоял за той елью, все видел и знаю, что ты действительно невинен, как невеста. Берклис, Андерсон, арестованы в тюрьму! Да, я, спасибо! Я протестую! Я протестую! Господин Ленсман, ну интересно, как же это получилось? Как вам удалось прибыть на место тютелька в тютельку? Но ведь я получил твое письмо, Оскар! Ворвалась такая маленькая ядовитая старушонка и прямо за праздничным столом вручила мне письмо. Как только я его прочел, сразу понял, что Оскар не виновен. А я не стану глупее, если признаю мои ошибки. Фух, хорошо, что наконец все проясняется. Анну Стину уже арестовали, а фру Хельберг вчера вечером пришла в себя. Значит, фру Хельберг поправится. Так Анна Стина уже в тюрьме? Ну, конечно, когда мы нацелились засадить ее за решетку, обнаружили, что наша праведная кукушка дала тягу. Мы неотступно следили за вами все это время, Берквист, Андерсон и я. Этот Берквист баран. А, может быть, может быть. Но он один из лучших стрелков из пистолета во всей стране. В чем ты только что сейчас убедился, когда он выстрелом вышиб пистолет из рук Леандера. Это точно. Никогда еще ни один баран не был так кстати. Ну, господин Ленсман, теперь я стал быть свободен и могу отправляться, куда глаза глядят. Конечно, 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 иди, иди. Ну, а как нам быть с этим маленьким удальцом из Вестерхаги? Расмус не стал ожидать, что Ленсман скажет дальше. Он понесся так, словно спасался от смерти. Расмус! Расмус! Подожди меня! Расмус! Расмус, да ведь это же я, Оскар. Расмус! Оскар, не позволяй ему забрать меня. Я хочу быть с тобой. Ох, ой, 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 ой. Наверное, меня все-таки посадят в тюрьму. Но теперь уже закражу детей. Весь следующий день друзья шли и шли, безмятежно шлепая босыми ногами по мягкой, пыльной проселочной дороге. Любое расстояние им было нипочем. Взойдя на пригорок, они увидели хутор. Красный дом возвышался на самой вершине холма. Освещенный лучами солнца, он казался необычайно гостеприимным. Ах, песенка бродяги, единственный багаж, Ее не потеряешь, ни купишь, ни продашь. Нередко так бывало траля-ля, что вместо одеяла траля-ля Порою вместо хлеба траля-ля. А небо всюду небо, земля, везде земля. Скажу вам без обману, я песни миннабиль. Ударишь по карману, там песенка звенит. Нередко так бывало траля-ля-ля, что вместо одеяла траля-ля. Порою вместо хлеба траля-ля. А небо всюду небо, земля, везде земля. С котомкой за спиною, иду через поля. А песенка за мною траля-ля, ля-ля, ля-ля. Нередко так бывало траля-ля, что вместо одеяла траля-ля. Порою вместо хлеба траля-ля. А небо всюду небо, земля, везде земля. Немного погодя, они сидели в усадьбе, на кухне, за большим столом. Вместе с хозяином и хозяйкой ели колбасу домашнего приготовления и шпик. Расмусу понравилась красивая хозяйка дома. Светлые пушистые волосы и доброе серьезное лицо. Она налила Расмусу большую кружку молока и подала бутерброд густо намазанным маслом. Бедняжка ты горемычный. Худо тебе было в Вестерфаге. Ну, как там живется ребятишкам? Сколько раз мы думали поехать туда, чтобы взять себе ребенка на воспитание, но всегда что-нибудь мешало нам. Все как-то трудно было решиться. Вы, наверное, хотели взять девочку. Нет, мы думали о мальчонке. Ведь у нас хозяйства и своих детей нет. Некому будет позаботиться о хуторе, когда мы состаримся. Да, мы думали взять мальчика. С вьющимися волосами. Как это ты угадал? Я прямо-таки видела его перед своими глазами. Такого кучедявенького. Ну, да. Ну, хотя о чем говорить, нас вполне бы устроили волосы другого сорта. Да. Вот, как, например, такие вихры. Да, такие лохмы не совсем подстать царю Соломону. А все-таки на вашем месте я бы взял Расмуса и с его прямыми волосами. Если он сам, конечно, захочет. Ты хотел бы? Я? Я? Я бы очень, очень хотел бы. Да, уж лучшего парня вам не в жизни найти. Да. Я думаю, что полюблю его. Потом на веранде им подали кофе. Хозяева ушли, и Расмус остался наедине с Оскаром. И тут впервые до него дошло, что ему придется расстаться. С Оскаром. Внезапно он ощутил острую боль, словно его ударили ножом в грудь. Оскар, а ты хочешь, чтобы я остался здесь? А то как же, конечно, оставайся. Лучшего дома тебе не найти. А ты уйдешь один? Да, но зато я буду рад, что ты спишь в маленькой уютной комнатке, а не мыкаешься по дорогам. Оскар, а вдруг мы больше не увидимся? Увидимся. В один прекрасный вечер, когда ты будешь сидеть на кухне и ужинать вместе с отцом и матерью, кто-то постучит в дверь, и на пороге появится... Оскар. Праведная кукушка. И прокукует. Не пустите ли меня переспать одну ночь? А ты там сидишь сытый, толстый, веселый и отвечаешь так. Ну, конечно, Оскар, какие могут быть разговоры? Разве это не забавно? Оскар, а ты придешь? Приду, так же непременно, как Аминь в церкви. Ну, малыш, смотри веселее. Тебе будет хорошо. А сейчас давай простимся и обнимемся перед разлукой. Прощай, Расмус. Нет, нет, Оскар, я хочу быть с тобой. Ты должен разрешить мне остаться с тобой. Расмус. Расмус, ну, посмотри. Вот что так, ну, перестань, слышишь? Ты посмотри, посмотри, какой красивый хутор. И здесь ты можешь остаться жить. Вот сейчас повезут молоко, а ты будешь править лошадьми. А когда вернешься домой, пойдешь посмотреть щенят, поболтаешь со своей матерью, отцом. Я хочу быть с тобой, Оскар. Но ведь ты же останешься со своими собственными родителями. Подумай только. Ты их так долго искал. А разве ты не можешь быть моим родителем? Родителем, родителем. Отец-бродяга. Разве такое бывает? Неужто ты хочешь, чтобы твоим отцом был бродяга? Да, такой бродяга, как ты. Но ведь ты же сам все время говорил, что хочешь иметь отца богатого, красивого. А ты и есть богатый и красивый. Да, я красивый, что твоя невеста. И богатый тоже. Ленсман дал мне 10 крон, вот я и богатый. Все равно, все равно я хочу быть с тобой. Оскар, милый, дорогой, Оскар. Разве, чё, 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 ну перестань, перестань, перестань. Ну ладно, раз, 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 ну ладно, ну пусть будет. Ну пусть будет так, как ты хочешь. Что ни делается, всё к лучшему, как сказала старуха, когда её старик пошёл и повесился. Утром после дождя особенно ярко светило солнце. Они шли по дороге, длинноногый Оскар перешагивал через лужи, а Расмус бороздил напрямик так, чтобы брызги летели по сторонам. Ха-ха-ха, как в веселом ногам. И вообще я такой счастливый. Да, наверное, хорошо себя чувствуешь, когда делаешься от большой усадьбы с лошадьми, коровами и всем наследством. А знаешь, Оскар, о чём я думаю? Нет, но, наверное, что-нибудь умное, дельное. О, я думал, что когда бродяжешь, то всё, что видишь, твоё. Ну, тогда ты не прогадал. Господи, да чего же зелено и красиво в эту пору. И всё это наше, и берёзы наши. И озеро наше. И рощи, и колокольчики, и лужи наши. И дорога. Это большая дорога наша. Между высокими прямыми стволами сосен просачивались лучи солнца. Величественно, словно корабли, проплывали по небу серые пышные облака. А под ними, насколько хватал глаз, извивалась большая дорога. Одинокая и пустынная, у самого горизонта, где земля сливалась с облаками, Дорога эта уходила прямо в небо. Субтитры создавал DimaTorzok